Мы подошли к рассмотрению второго вопроса повестки дня. Он у нас звучит о создании первичных профсоюзных организаций. Для доклада приглашают старых горбушков. У меня доклад о создании первичной профсоюзной организации. Вначале я хочу сказать, что трудящиеся у нас в стране имеют огромное количество прав, которые позволяют им не только беспрепятственно и безопасно объединяться в профсоюзной организации, но и участвовать в принятии законов, нормативных актов, участвовать в управлении и работе своего предприятия, и также своего города, района и даже всей страны, если речь о международных соглашениях идет. Но мы все живем в буржуазном государстве и знаем, что буржуазная демократия состоит только в разглашении прав, но никогда в их осуществлении. Осуществлять эти права трудящиеся могут только коллективно, организуясь в форме профсоюзов. Значит, о каких правах идет речь? Значит, самый главный закон в стране у нас Конституции Российской Федерации дает трудящимся право свободно собираться, создавать профсоюзы, выдвигать требования, добиваться выполнения требований различными способами, включая самый эффективный способ – забастовку. Конституция РФ, статья 30.1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Статья 37.4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способами их разрешения, включая право на забастовку. Также хочу сказать, что в Российской Федерации ратифицированы некоторые конвенции международной организации труда. И согласно той же самой Конституции нашей, статья 15.4, «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международного договора Российской Федерации являются основной частью правовой системы». И вот хочу остановиться на конвенциях двух международных организаций труда. Конвенция 87, принятая в 1948 году о свободе ассоциации защите права на организацию. Статья 2. «Трудящиеся и предприниматели без какого-то ни было различия имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном слой подчинения устава этих последних». Статья 3.2. «Государственные власти воздерживаются от всякого вмешательства, способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному осуществлению». Тот вопрос о том, что какие-то работодатели вводят в заблуждение работников и говорят, что не надо организовать профсоюз, это запрещено, это разрешено всеми возможными законами, в том числе международным. Значит, статья 4. «Организация трудящихся и предпринимателей не подлежат распуску или временному запрещению в административном порядке». То есть, администрация предприятия не имеет никакого права запрещать или распускать профсоюз. Значит, конвенция 98-49 года. «О применении принципов права на организацию и наведение коллективных переговоров». Статья 1. «Трудящиеся пользуются надлежащей защитой против любых дискомформинационных действий, направленных на ущемление свободы объединения в области труда. Такая защита применяется в особенности в отношении действий, целью которых является подчинить прием трудящегося на работу или сохранение им работы условия, что он не вступал в профсоюз или вышел из профсоюза. «Увольнять или другим способом наносить ущерб трудящемуся на том основании, что он является членом профсоюза или принимает участие в производственной деятельности в нерабочее время или согласие предпринимателя в рабочее время». То есть, мы слышим, что трудящихся увольняют за их профсоюзную деятельность. То есть, таким образом нарушается конвенция международной организации труда. Статья 2 этой конвенции, кстати, запрещает создание желтых профсоюзов. Пункт 1. Организации, трудящиеся и предприниматели пользуются надлежащей защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга или со стороны их агентов или членов в создании деятельности организации и правления ими. То есть, у нас есть желтые профсоюзы, где акционеры, где председатели – это ставленники работодателя. Вот конвенция 98 статья 2, она запрещает вмешиваться в деятельность профсоюзов работодателям. В частности, действия, имеющие свою целью способствовать учреждению организации трудящихся под господством предпринимателей или организации предпринимателей или поддерживать организации трудящихся путем финансирования или другим путем с целью поставить такие организации под контроль предпринимателей или организации предпринимателей рассматриваются как вмешательства в смысле настоящей статьи. Также у нас есть федеральный закон номер 10 о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Вот статья 2, она подтверждает институцию, немного конкретизирует. Каждый, достигший 14 лет и осуществляющий трудовую деятельность, имеет право создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься процессами деятельности, выходить из профсоюзов. Это право реализуется свободно, без предательного разрешения. То есть, никого не нужно спрашивать, никаких работодателей, ни с кем советоваться, запретить это не могут, это в законах все написано. Статья 9 этого же закона, она похожа на 98-ю конвенцию. Она защищает членов профсоюза. Также принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечу от за собой какого-либо ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод граждан, гарантированных в Конституции Российской Федерации и законами. Запрещается обуславливать прием на работу, продвижение по работе, а также увольнение лица принадлежностью или непринадлежностью его к профсоюзу. Также вот по поводу законов, что трудящиеся, организованные в профсоюз коллективно, они могут принимать нормативные акты, законы, участвовать в правлении предприятия. Это вот согласно пункту 4 Федерального закона о профсоюзах. Профсоюзы в праве участвуют в просмотрении органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также работодателями, их объединениями, другими общественными объединениями, своих приложений. То есть вот с Московской области стоит проблема, мусорная проблема. И вот власти собираются строить мусоросжигающие заводы, а общественность против, она говорит, что нужно строить мусороперерабатывающие заводы. Так вот, выходят люди на протесты, на митинги, но мы все понимаем, что протесты, эти митинги, они ни к чему не ведут, и кровам как идёт, так и идёт. А вот если бы эти люди все были организованы в профсоюзы и имели бы свои представительные органы, то согласно пункту 4 статьи Федерального закона о профсоюзах, то профсоюзы могли бы участвовать в осмотрении этих законов и могли бы вносить предложения о строительстве мусороперерабатывающих заводов, вместо мусоросжигающих. То есть вот исходя из этих, из этого вышеизложенного, можно отметить, что количество прав, утрудающихся, огромное. Но пользоваться они могут только коллективно. Только коллективно. Также вот, согласно Тодового кодекса, статья 52, право работников на участие в управлении организацией. Право работников на участие в управлении организацией непосредственно или чьи свои представительные органы регулируются настоящим кодексом, коллективным договором и соглашениями. То есть работники могут участвовать в управлении своим предприятием. Например, получать информацию об экономическом состоянии предприятия, о контрагентах, участвовать в управлении. Но как они это могут делать? Если у них коллективный договор записан. То есть, если у них коллективный договор, есть коллектив, который смог этот коллективный договор принять, побороться за него, и вот после этого профсоюз этот может участвовать в управлении предприятием. Значит, наличие прогрессивного договора – это условие создания работающей первичной профсоюзной организации. Потому что вести борьбу против чего-то нельзя, потому что если даже удастся каким-то образом эту негативную тенденцию победить, то направление дальнейшего движения при этом неясно, потому что можно пойти в любую сторону, в том числе и в ту, против которой боролись. Поэтому борьба должна быть организована за что-то. И за что она может быть организована? За коллективный договор, в котором основные пункты будут улучшающие жизнь работников предприятия. Это уменьшение рабочего времени до 6 часов. Первый вопрос у нас был. И не только это как ответ на пенсионную реформу грабительскую, но и как условие для дальнейшей организации трудящихся, чтобы их работа союзная и коллективная стала еще более эффективной, их борьба. Потому что на организацию людей, на изучение законов, о которых я говорил, на изучение права и изучение работы предприятия, чтобы им управлять. Надо знать, как работают предприятия. Для этого нужно время. И вот этого времени у сейчас уделяющихся нет. Поэтому это самый важный вопрос. Это уменьшение рабочего времени. Также увеличение заработной платы. Мы знаем, что при капитализме все товары обмениваются по стоимости. Это основной закон капитализма. И вот рабочая сила – это такой же товар. Величина стоимости этого рабочая сила, она, соответственно, состоит из суммы стоимости товаров, необходимых для воспроизводства этого особого товара рабочего силы. Особый товар этот потому, что его нельзя отделить от человека и отдельно продать. Поэтому, чтобы рассчитать стоимость рабочей силы, нужно, соответственно, вычислить сумму стоимости товаров, необходимых для воспроизводства человека-работника. То есть, это образование, питание, одежда, его развитие. Значит, все это в современном мире требуется, чтобы вырастить грамотного работника, который может управляться с современной техникой. И для всего этого требуются деньги. Потому что у нас сейчас все знаем, что всякие кружки, и в том числе образование, оно все платное. Все это стоит денег, одежда, питание, все это стоит денег, цены на все это увеличиваются. И вот по методикам расчета стоимости рабочей силы для Москвы – это около 230 тысяч рублей. То есть, нужно добиваться того, чтобы заработная плата соответствовала стоимости рабочей силы. То есть, свой труд продавать по его настоящей стоимости. Значит, также необходимо предусмотреть в коллективной договоре повышение реального содержания заработной платы. У нас есть в трудовом кодексе две статьи замечательные – 130 и 134. Вот 134-я статья обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товар и услуги. «Государственные органы и органы местного соправления, государственные муниципальные учреждения производят индексацию зарплаты в порядке, установленном данным доказательством и иными нормативно-прямыми актами, содержащие нормы товарного права, другие работодатели в порядке, установленные коллективным договором». Здесь прямо написано, что если у вас в коллективной работе прописано обеспечение повышения уровня реального снижения заработной платы, то у вас оно будет. А если не прописано, нет у вас коллективного договора, то никто вам не будет повышать эту зарплату, хотя статья в законе есть. Какая должна быть повестка учительного собрания перечной и персоединенной организации? Во-первых, о создании перечной и персоединенной организации. И вот еще главный пункт должен быть обхождение перечной и персоединенной организации в Федерацию профсоюзов России. Почему в Федерацию профсоюзов России? Ну, профсоюзных объединений немного у нас очень, но вот Федерация профсоюзов России – это одно из немногих, может быть, даже единственное объединение профсоюзных организаций, которые, во-первых, имеют реальный опыт профсоюзной борьбы, они проводили забастовки, они знают, как это делать, и эти люди, у них есть прогрессивный коллективный договор, они добились очень больших успехов в этом, они знают, как это делать. У них выход на пенсию в 50 лет, это вот авиадиспетчеры, у них рабочая неделя 36-часовая, у них отпуск 28 дней – это государственный, и плюс, кажется, плюс 39, что ли, то есть отпуск у них чуть ли не на два месяца. И все это у них записано в коллективном договоре, и коллективный договор они приняли после забастовки, то есть они знают, как это делать, и они могут своим опытом поделиться и помочь. Поэтому вновь организованные первичные профсоюзные организации должны при учреждении сразу рассматривать вопрос о вхождении ее в Федерацию профсоюзов России. Ну, если три человека на предприятии создали первичную профсоюзную организацию, может быть, сразу, ну, чтобы вступить, нужно написать заявление в ФПР. Может быть, сразу не надо писать, потому что эта организация серьезная, она, у нее реальные дела есть. Надо, значит, надо, чтобы в профсоюзе, в этом первичной профсоюзной организации было хотя бы пара десятков человек, то есть чтобы ФПР рассматривал не от одного, не от одного, двух, трех, это заявление, а от уже организации, то есть чтобы ФПР видела, что это люди реально настроены на борьбу, а не просто так вышли поговорить. Значит, ну, общая стратегия борьбы перечной профсоюзной организации за прогрессивный коллективный договор, она заключается в следующих ключевых положениях. Значит, первое – это написание коллективного договора, это может сделать один человек, достаточно одного человека, все материалы на сайтах есть, и вот, говорилось уже, что такие коллективные договоры пишутся, значит, в них все эти ключевые пункты включаются. Создание первичной профсоюзной организации и вхождение ее в ФПР, а для создания требуется суды и человека. Привлечение в профсоюз работников предприятия для борьбы за прогрессивный коллективный договор, то есть когда создали профсоюзную организацию первичную, написали коллективный договор, то уже будет легче подходить к работникам и предлагать им, что, ребят, вот есть коллективный договор, мы предлагаем организации бороться за вот конкретный коллективный договор. То есть лишних разговоров никаких нет. Либо ты с нами, либо ты против нас. Вот так. Чтобы принять коллективный договор, нужно более половины сотрудников предприятия, значит, чтобы вступило и проголосовало за него. Ну, затем уже начинаются технические моменты, это как коллективный договор этот принять, то есть начинаются переговоры с работодателем, коллективный трудовой спор, и дальше в соответствии с законодательством. Ну, и использование забастовки или угрозы забастовки как наиболее эффективного инструмента для принятия коллективного договора. Значит, необходимо забывать о противоречиях коллективной борьбы и как их можно разрешить в рамках первичной производственной организации. Значит, различие положения работников в системе общественного производства рождает различные интересы. Ближайший интерес рабочих – это повышение зарплаты, уменьшение рабочего времени, безопасные условия труда приемлемые. Но когда рабочий избирается представителем коллектива для пресс-союзной борьбы, то у него, если он освобожденным становится, то у него характер его работы изменяется. То есть он уже работает в офисе, за компьютером, у него безопасные условия труда, у него светло, тепло, тихо. Труд у него становится умственным. Если у него раньше мог быть физическим труд, то он становится умственным. Начинает изучать законы, как нормативные акты, которые обладатель выпускает, чтобы их согласовывать. И интересы у него изменяются. То есть интерес его в условиях труда удовлетворен. У него работа стала не физическая, а умственная. Условия труда стали безопасные, если раньше были вредные или опасные. И у такого работника может возникнуть тенденция к тому, что интересы его меняются. И у него начинает этот интерес коллективной борьбы атрофироваться. И бороться с этим явлением можно путем избрания не одного председателя профсоюза, а еще и заместителей. Необходимого числа заместителей, которые будут контролировать его работу и помогать в его работе. И вообще, справа говоря, нужно желательно избегать освобожденных должностей, то есть освобожденных процессов должностей, чтобы освобожденный человек не отрывался от рабочего коллектива. Необходимо также продумать простую и легкую процедуру отзыва выбранных работников. Коллектив собирается каждый день на работе, и если работа профсоюзного их лидера не устраивает, они могут на следующий день собраться и его отозвать. То есть это надо тоже продумывать сразу перед созданием профсоюзной организации. Конкретные формы, сколько председателей, сколько заместителей председателей, освобожденные, неосвобожденные, выбирать, это зависит от конкретных условий предприятия и на каждом предприятии. То есть это уже нужно смотреть конкретно. Но вот основные направления я осветил. Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые товарищи. Меня зовут Калид Валентин. Я председатель первичной профсоюзной организации защиты труда, город Саров, акционерной обществе Саровской генерирующей компании. Хочу поблагодарить Сергея за его доклад и на некоторых вещах, как садокладчик, хотелось бы остановиться поподробнее и этот вопрос повернуть немножечко в практическую плоскость. Не скажу, что я создавал много организаций, но к оживлению одной из организаций, уже будучи создавшейся, которая принимала участие в нашей работе, на нашем предприятии, мы принимали участие в ее оживлении. Вот как бы много нормативных документов, о которых было сегодня сказано, да, буржуазное право подразумевает все это. Организуйтесь и действуйте. Но когда приходит такой острый момент, люди организовываются быстро, но весь вопрос заключается, какие требования выдвигать, и, как правило, основной ошибкой, то есть, организовываются, а не знают своей конечной цели, то есть, что мы организовались, а что, в конце концов-то, мы хотим достигнуть, и за что мы хотим бороться, и как мы представляем вообще свою жизнь в будущем. Вот сегодня уже рекламировалось, как бы, пусть слово такое нехорошее, но представлялась вашему вниманию та печать наша партийная, которая свежая, а вот товарищ Рысев и фонд Рабочей Академии разработал книжку такую, она есть, я думаю, в цифровом виде на фонде Рабочей Академии, на сайте, да, называется «Как рабочему реализовать свои интересы на производстве». Вот весь смысл этого издания в том, что в одиночку ты ничего не добьешься, что только организованной группой и группой, организованной в профсоюз, и сделая из этого профсоюза рабочий профсоюз, можно действительно добиться каких-то положительных моментов в защите своих интересов. Значит, что подразумевает собой сама организация? Расскажу, как бы, ну, сначала на своем примере, а потом, может, какие-то замечания выскажу по ним. Значит, 2011 год, не индексируется заработная плата с 2009-2011 год. Ну, возмущение народа, сами понимаете, если заработная плата не растет, и все возмущены, вроде бы надо с этим что-то делать. На территории предприятия два профсоюза. Профсоюз «Защита», в котором наш старший товарищ Рузанов Владимир Степанович и в ряду этого профсоюза порядка 30-40 уборщиц, которые его поддерживают. Основная масса членства вышла из профсоюза после неудавшегося забастовочных действий коллективных в 90-е годы, как бы, все вроде бы успокоилось, пришло в стабильную зарплату, платили стабильно, вроде, как бы, вопросов никаких не возникало, но пришло, пришло заполученное время, индексация перестала существовать, тут народ зашевелился, да, они почитали, что свои потери начали организовываться. Вот на фоне этих потерь организовалась инициативная группа порядка 20 человек, ну, мы совершенно безграмотные, не зная никакого опыта, не работая ни в одних организациях, понимая, что Желтый профсоюз наше чаяния никак не донесет до руководства, а на территории предприятия технический и исполнительный директор нам надо было как-то добраться до верха, да, и сказать им, что, ребята, вы что-то делаете, наверное, не так, давайте как-то прислушаемся к коллективному мнению, но коллективное мнение это коллективное мнение, сегодня говорит один, завтра говорит другое, в курилках говорят третье, а работы-то никакой организованной так и нет, и значит Владимир Степанович приходит к нам и говорит, ребята, если вы не успокоитесь или не организуетесь на сегодняшний момент, то вас просто вот за забор выбросит, как будто вщиков вас называют гаврошами, мы задумались, а что вы предлагаете, ну, не надо ничего придумывать, как бы нам в этом плане было легче, у нас уже была организация, вступайте, говорит, в нашу организацию и берите рычаги управления на себя, и тут мы столкнулись, действительно, эта инициативная группа выбрала меня как лидера, значит, мы собрали, не надо было учредительного собрания делать, просто собрали правком, выбрали председателя, значит, правком стал вести свою работу, причем у нас уже был городской комитет, в который входили уже непосредственно те первичные профсоюзные организации, которые существовали на других предприятиях, то есть, уже была какая-то крыша, да, а потом, значит, этот городской комитет входил в региональное объединение, региональное объединение, в межрегиональное объединение, и, соответственно, межрегиональное уже тоже входило в Федерацию профсоюзов России, вот, работа завертелась, закрутилась, и тут председатель городского комитета сказал, ребята, а нам надо ведь учиться работать, и для того, чтобы учиться работать, я вот знаю, в Нижнем Новгороде есть российский комитет рабочих, который именно ведет учебу таких вот активных товарищей, как мы, да, давайте съездим, посмотрим, что здесь происходит, мы в 12-м году приехали в эту аудиторию, увидели, что действительно есть люди неравнодушные к интересам рабочего класса, что люди хотят объединяться, ставить задачи, и, по крайней мере, как-то их пытаться решить. Ну, и, как показывает уже практика, приезжая сюда из полугодия в полугодие, мы каждый раз, я вот для себя не кривя душой скажу, что каждый раз мы подчеркиваем что-то новое, вот мы опираемся на опыт тех организаций, которые действительно что-то уже добились, и этот опыт передается от времени к времени, да, потом, на чем можно еще остановиться, акции солидарности, вот этого сейчас, конечно, мало, я за последнее время мало слышал о создании новых организаций, может быть, кому-то и действительно тяжело как-то создать их, потому что все-таки организация, это, ну, первое, что такое профсоюз, по профессиональному признаку, да, у нас даже хоть и защита труда, но вот самое крутое, это, допустим, слесаря собрались, там уже нет никаких побочных явлений, да, слесарь знает, что нужно слесарю, электрики собрались, электрик знает, что нужно электрику, медики собрались, медик знает, учителя собрались, вот в таком плане, у нас сейчас идет, как бы, образование профсоюзных организаций, то есть предприятия, оно по совокупности, у них профессий много на предприятии, ну, хотя бы объединяются так вот под предприятием, но это тоже неплохо и хорошо бы, чтобы таких организаций было бы больше, вот, у нас Значит, сложилось так, что на предприятии две организации. Повторюсь, одна, значит, ФНПР и другой альтернативный профсоюз защиты, которые ведут работу. Ну, как ведут желтые профсоюзы работы, все знают, не буду критиковать, не буду заострять внимание, но вспомню о том, что Владимир Ильич говорил, что работать можно и в желтых профсоюзах. То есть, даже самую мертвую организацию можно оживить, если действительно иметь, уметь и защищать, стараться защищать свои интересы. Вот на чем, значит, хотел остановиться подробнее. Вот было сказано, что для того, чтобы представлять, значит, работников, нужно большинство. Ну, а если малый профсоюз, и что теперь, не заниматься, ждать, когда это будет большинство, а может быть, его и никогда не будет. Ну, по ряду причин, да, потому что всякое давление может оказывать, тем более ситуации, вот говорю, может быть разное, руководство предприятия может создать в альтернативу, или чтобы выбить, или деморализовать действующий профсоюз, свой какой-либо профсоюз, это же ему не запрещено. Вот, и вести, как бы, борьбу не административного характера, а между профсоюзами, как бы. Вот, для этого эта норма тоже нами была услышана на Российском комитете рабочих. Что должна делать небольшая организация, значит, если она организовалась посредством написания коллективного договора, да, как мы понимаем, то есть мы составили проект коллективного договора и ищем, как было изложено ранее, людей, которые будут эти требования, изложенные коллективным договором, поддерживаться, да. Да, находим этих людей, мы понимаем, что не все же сразу проникнутся этой вещью, да, и мы такую, как бы, большую поддержку-то сразу не получим. Но, ведя вот такую пропагандистскую работу, мы ходим по коллективу, значит, работаем с этим коллективным договором, вот как товарищ Бобин сегодня раздал выжимку, да, из своего, и люди непосредственно видят то, что, какие интересы мы будем защищать, чем наш коллективный договор, к примеру, будет отличаться от того, который нам спускает работодатель, вот, и заинтересованность людей, соответственно, должна подниматься, если будет, опять же, идти работа, вот, но заинтересовались люди, что дальше, численности не хватает. Вот по Совету Российского Комитета Рабочих нам был, как бы, дан такой совет, вы приходите на места, и те люди, которые, ну, пока не готовы по разным ряду причин вступать в профсоюзную организацию, они могут просто письменную доверенность, что мы выполномачиваем такой-то профсоюзной организации представлять наши права и интересы при защите коллективного договора, при разработке или, там, при участии в комиссии по его принятию коллективного договора, у вас уже на руках будет доверенность от этих людей, и вы свободно можете это делать. Другой вариант может быть следующий, значит, когда, может быть, не всегда получается создать первичку, есть эти инициативные группы, да, вот этот, как бы, союз этих инициативных групп может инициировать конференцию, также собирается конференция, и не обязательно, что профсоюз многочисленных, конференция – это полномочный орган, как бы, высший орган предприятия, да, он может уполномочить ту или иную организацию или ту или инициативную группу, также представлять их неинтересы, то есть, это вот практика действительно есть такая, значит, когда мы заявились на нас сразу из департамента управления персоналом, заваливали письмами, кто вы такие, на каком основании вы работаете, ну, все должны понимать, что у каждой организации должен быть устав и, соответственно, должна программа. Наш профсоюз действует по программе Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий», вот непосредственно в последнем проекте коллективного договора мы стараемся те нормы, которые предусмотрены задачами коллективных действий, туда внести, и будем их отстаивать, будем разворачивать новую программу, чтобы добиться того, чтобы наш коллективный договор все-таки работал. Вот, вот. Так, потом, значит, про то, что необходимо делиться передовым опытом, да, вот мы вспоминаем уже неоднократные авиадиспетчеров и докеров, и когда-то мы о фордовцах тоже слышали, да, но на сегодняшний момент эти люди сегодня здесь не присутствуют, и, как бы, мы понимаем, что не так-то все у них и гладко, ну, были победы, действительно, было время когда-то что-то, но не надо думать о том, что если мы этого добились, что это не будет вымываться и все это останется так, то есть здесь борьба каким способом строится, то есть каждый шаг промедления – это тенденция к поражению, а остановка – неминуемое поражение, то есть это надо четко понимать, что вот на сегодняшний момент, конечно, не могу похвастываться какими-то сильными положительными моментами, но, по крайней мере, на сегодняшний день альтернативный проект того, который нам спускается от нашего руководства, мы имеем и будем стараться внедрять его в жизнь, значит, добиваться активности, но под лежачий камень еще хотелось бы сказать, да, вода не течет, поэтому все-таки это больше относится, наверное, к активистам, к лидерам, ну, наверное, надо еще и учиться, как бы, искать в коллективе, как работать с коллективом непосредственно, да, но когда вот у нас был правком, все-таки правком и было проще, на сегодняшний момент правком немножко разбитый, создать новую, чтобы организация более окрепла, вот, как бы, в этом плане нам надо работать, но физически один-два человека, три, они не могут охватить предел всего предприятия, и пусть даже на сегодняшний момент человек, как бы, не готов вступить в организацию, там, не готов платить взносы, как-то, но я убежден, что представитель любого какого-то отдела или цеха, хоть один человек, ну, с такого места, да, проникнется вот именно теми идеями, которыми вы принесете в тот или иной цех, будете с ними обсуждать, ставить там вопросы на голосование, и все-таки поддержка, я считаю, должна быть, но для этого должна проделана быть работа, вот, как докеры, когда были здесь, говорят, то, что, ну, принимаете, все вы делаете, но не надо уходить от реальной работы, то есть формальности, все вот эти нормы буржуазного права, все это может, конечно, соблюдаться и должно соблюдаться законность, но та работа вот непосредственная, которая, она маленечко в другом заключается, это непосредственная работа в коллективах, и это каждый профсоюзник должен себе понимать, что без работы в коллективах никаких коллективных действий, тем более, которые, чтобы закончились положительно в нашу сторону, чтобы наши интересы так восторжествовали, да, и были приняты, без работы в коллективах такой, такого успеха нам, как бы, ждать не приходится, поэтому я всех призываю к активной работе, если есть какие-то вопросы, я на них постараюсь ответить. Спасибо за внимание. Бобин Григорий Вячеславович, врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации действия, вся вторая поликлиника, город Санкт-Петербург. Я расскажу о своей первичной профсоюзной организации, как я к ней шел, и вообще, что случилось в принципе. Расскажу о всех своих ошибках, и сразу будет это, как бы, понятно. Значит, я, после того, как на предприятии совсем закрутили гайки и стали притеснять сотрудников, мы решили небольшим коллективом открыть первичную профсоюзную организацию, потому что уже был какой-то опыт у кого-то из моих, из ребят, из актива, и они предложили вступить в профсоюз действия. Но видите ли, профсоюз действия на данный момент представляет собой такой профсоюз медицинский, он уже очень большой, он межрегиональный, но на тот момент в основном это был так называемый сервисный профсоюз. Что это значит? То есть сервисный профсоюз – это те профсоюзы, которые основная борьба идет через суды. То есть мы составляем различные бумаги, которые потом начинаем в суде оспаривать со своим работодателем. Мы открыли такой профсоюз, и этот профсоюз на нас сразу же напали. То есть мы открылись, подняли флаг, да мы сейчас вас, администрацию, сейчас задавим. Ну и три человека, открылись только три человека, ну чтобы, так сказать, обозначиться. И на нас сразу же совершились очень серьезные нападки, вплоть до того, что одного врача стали подводить под уголовную ответственность. Два человека сразу же уволились из этих трех человек, остался один я. Ну и как бы первичная организация, она осталась в принципе, но по большому счету ее разгромили на тот момент, и непонятно было, что делать, зачем делать, как вести свою борьбу. Я пошел на учебу КТР, по линии КТР. То есть есть у нас такая конференция России, как раз куда и входит. И авиадиспетчеры, они сейчас туда входят, и они организуют на гранты, президентские гранты в том числе, организуются различные, много всяких учеб. Я посещал эти учебы, и там тоже особо ничего, но там дается очень много интересной, полезной информации. Но именно вот главный вопрос о том, как вести профсоюзную борьбу, и как организовать свою первичную профсоюзную организацию, вокруг чего организовать, я так и не получил. При этом именно на этих учебах присутствовали такие товарищи, как голландцы, например. Голландцы, которые рассказывали на своем немецком испорченном языке, рассказывали о том, как они только что вели борьбу за коллективный, за свой коллективный проект, ну, конкретно за коллективный договор. А мне на этой учебе, по большому счету, ничего не было сказано. При этом там были такие, на моей учебе были такие лидеры современного профсоюзного движения по линии КТР, как, например, такой Кожнев, есть такой товарищ. Вот, он провел несколько успешных забастовок. У них есть опыт борьбы, очень хороший в плане забастовочной борьбы. Но при этом про коллективный договор он говорил такие слова. Это высшая математика. То есть, вот для него на тот момент, и, может быть, и на данный момент, это высшая математика. И он говорил, да давайте поборемся просто, вот соглашение просто подпишем, потому что в Трудовом кодексе есть такое понятие, трудовой, коллективный договор, запятая соглашение. То есть, давайте начнем с двух, трех, там, каких-то пунктов, десяти. Не надо лезть во все вот эти вот моменты. То есть, коллективный договор на тот момент, на учебе, я вообще о нем никогда и ничего не слышал. Вот. Но потом, как бы, именно Рабочая партия России и лидеры Рабочей партии России все-таки обратили мое внимание на коллективный договор. И оказалось, что ничего страшного в написании проекта, еще раз подчеркиваю, проекта коллективного договора, ничего страшного такого нету. Итак, на моем пути жизненном попались такие люди, как Французов, как Федотов, как Михаил Васильевич Попов. Значит, Французов мне уже на, ну, где-то летом этого прошлого года сказал следующее. Слушай, не надо вообще ничего придумывать вот про эти коллективные договоры, вот чтобы прямо думать, что это очень сложное. Начни просто с того, что возьми трехсторонние соглашения по своей отрасли. Вот наверняка медики, у медиков есть трехсторонние соглашения у каждого региона, между правительством города, там, предпринимателями и, соответственно, профсоюзниками. Второй момент. Попов мне посоветовал обратиться к Федотову. Я обратился к Федотову и поговорил с ним, опять же, что такое Федотов и его проект, ну, коллективный договор, уже неоднократно защищенный, который есть на фонде рабочей академии. Это очень классный, это очень классный документ, в котором уже все структурировано. И даже вот я медик, да, кажется, какая разница между, ну, вернее, где вот медики и где, допустим, те же самые докеры. Да, в принципе, мы тоже работники, мы так же работаем, мы, ну, это тоже, ну, есть нюансы. Но эти нюансы, структура документа и вот этот вот, структура документа у меня сейчас и докеров, она та же самая. То есть, человек Федотов, он проработал это все. Он писал эти коллективные договора, проекты коллективных договоров не только для своей организации, он писал для всех смежников, которые там есть в порту. На его основе вот это все делать. И я взял эту основу. Что такое соглашение, трехстороннее соглашение по профсоюзной линии, трехстороннее соглашение в каждом регионе, а также, ну, на самом верху министерство, да, это принимают, допустим, Министерство здравоохранения и профсоюзы, ну, в основном ФНПРовские, принимают какое-то соглашение. Знаете, я прочитал это соглашение, выяснилось. Там куча всяких вещей, за которые я как бы собирался бороться, а они уже должны быть априори выполняться этой организацией. То есть, получилось, у меня есть трудовой коллективный договор докеров, структура со всеми, как там должно быть. Второй момент, у меня есть трехстороннее соглашение, в котором, ой, сколько всего интересного, а ну-ка давайте-ка, вы обязаны выполнять, там Министерство здравоохранения с профсоюзами уже за нас все порешали. И третий документ, который я решил взять, это уже коллективный договор, который есть на моем предприятии, и я столкнулся с такой вот интересной системой. Значит, как был написан этот коллективный договор? Коллективный договор написан по принципу такому. Главный врач приглашает юриста, тычет ему, ну, вот я думаю, это так было происходило, тычет ему трудовой кодекс и говорит, вот так, значит, так, трудовой наш коллективный договор должен следующим, Он должен копировать трудовой кодекс, а вот эти фигни, которые там написаны, что если иное не предусмотрено коллективным договором, все это повычеркивай. И вот наш коллективный договор в моей больнице именно так состоит. Он состоит из тех норм, которые перенесли из всяких СНИПов, трудового кодекса, и никаких улучшений по сравнению с трудовым кодексом нет. Хотя коллективный договор априори подразумевает не копирование трудового кодекса, этих всех СНИПов, которые там возможно придумать, а именно улучшения. Вот этого как раз нету. Вот нету и все. Еще второй момент был очень смешной. Это, знаете, я пришел, почитал коллективный договор, но в присутствии, потому что их всего два у меня в организации. Один лежит у главного врача, а другой у экономиста. И все. И выжимки есть небольшие, знаете, вот такие вот, ну как бы листочки, отсканированные, соответственно, в отделе кадров. Все. Других вариантов нету. Я пришел, там вот такая вот, ну как бы вот такая большая папка, и я ее стал листать. Получается такая структура. Вначале приказ правительства Санкт-Петербурга о назначении заработной платы бюджетным, ну организациям бюджетом, тра-та-та. Потом какая-то небольшая часть этого, то, что они назвали коллективно, то, что они сами продумали там. Ну там буквально страниц 20. Потом снова идет тот же самое положение о начислении заработной платы, но уже заглавлено не как Санкт-Петербург, а именно что это они придумали вот это вот положение. И потом еще какие-то там приложения, которые просто скопированы различных СНИПов. Ну там, допустим, форма одежды, средства индивидуальной защиты, тра-та-та-та. Ну, в общем, вот такие вот моменты. Я посмотрел-то и их спрашиваю, ребята, вообще, что это вообще за документ такой? Кто его составлял? А что не так? Я говорю, ну вот одно и то же, два раза. И вот в итоге через два месяца я пришел, мне еще раз понадобился этот коллективный договор, чтобы просто уточнить какой-то момент. Смотрю, это уже совсем другой коллективный договор. То есть они просто, понимаете, никакого контроля нету со стороны никого, никакого контроля. Свой желтый профсоюз также подписывает вот этот документ. То есть они взяли за это два месяца, наняли нового юриста, который, ну там, ну там какая-то пришла процессовка. Он пришел, сказал, ну что это за коллективный договор? Ну я думаю, это так было. И он его перелопатил полностью. То есть, представляете, да, мы представляем, мы идем на какую-то борьбу, боремся за свой коллективный договор, все эти изменения, контроля никакого нет. Все ушли? Все. Давай, вот это все переписывай. То есть, представляете, да, вот эту систему? Причем, знаете, я сначала не понял, как это было. Я просто не был вот этого экономиста, я взял документ в отделе кадров, пофотографировал на свой телефон, и вдруг пришел экономист, ну и кто это за женщина, я не понимаю. Я ее называю экономист. Я взял у нее вот полное это собрание сочинений по коллективному договору и перещелкал эти страницы. На следующий день я это все с телефона скачал, вывел на свой ноутбук, там страницы побольше, и вдруг замечаю, понимаете, половина страниц вверху пронумерована, пятно вот этим, ну, вверху нумерация идет напечатанная, какие-то страницы внизу напечатанные, а большинство страниц, просто от руки написаны страницы, понимаете, вот сборки. Я говорю, о, подлые люди, сейчас я их прям вот пойду и, 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 короче, позвонил знающим людям, говорю, значит так, у меня есть компромат, сейчас мы обратимся в какую-нибудь организацию, сейчас мы привлечем суд, прокуратуру, всех привлечем, и как мы их... Мне сказали, слушай, ну, хоть это ерундой заниматься, понимаешь, ну, возьмешь вот этот проект, ну, докажешь, что у них тут все поделано, они скажут вот так вот, скажут, вот такая вот примаза есть, а это не тот. И ты ничего не докажешь, ну, а где тот, а что тот, да это просто выжимка, выписка, еще какие-то моменты. Поэтому, вот здесь вот такой вот вывод, то есть, опять я хотел поступить, как вот этот вот сервисный профсоюз, то есть взять какую-то фигню одну, поднять на знамя и побежать куда-то вперед и тому подобное. Всего это делать не надо, вот нам, конкретно работникам, основная задача, это именно коллективные действия, даже написано коллективный договор, поэтому это коллективные действия за свой коллективный договор, за улучшение. Вот на той же учебе профсоюзной КТРовской, понимаете, вот там есть такое понятие, что рисуют чебурашку, что такое чебурашку, ну, вот чебурашку профсоюзную, то есть профсоюзник, то есть у них есть такое понятие, как органайзинг, То есть, приходит человек со стороны и должен организовать какой-то новый профсоюз. Для чего? Ну, вы же слышали, там вот сейчас тоже сервисные профсоюзы организуются навальными и тому подобное. И вот этот профсоюзник-органайзер, он должен только слушать и только смотреть. То есть, для чего? Чтобы просто посмотреть, что на предприятии творится, послушать людей и написать вот эти вот требования, которые вот дороги, такие близкие вот этим вот людям, вот всему этому коллективу. Ну, оказалось, все на практике не так. Я поступил, как учат вот этот вот органайзинг, да. Получилась следующая система. Я раздал листочки и ввел, ну, как бы, ну, раздал листочку на своем предприятии. Выяснилось, что людям надо всего там, по-моему, 12 пунктов. То есть, вот эти 12 пунктов, и они вот все были вот такие мелочные-мелочные-мелочные. То есть, там, ну, что-то там, вот один пункт чайник, а другой пункт микроволновка. Понимаете, какой уровень там? То есть, вот эти пункты без вот этой продуманности, которые, ну, то есть, требования к беспродуманности, без работы с коллективом, без того, что уже наработано уже поколениями, не надо вот этим заниматься. Еще раз говорю, есть выложены на фонде рабочей академии непосредственно докерские различные проекты различных годов, да. Есть уже проекты, которые выложены, именно другие составленные, именно проекты. Надо вот их за основу брать и уже к коллективу идти уже с продуманными, ясными. То есть, вот, например, я как написал этот коллективный договор, еще раз говорю, это просто докеры, это трехсторонние соглашения, ну, и полистал вот этот договор, из которого вообще ничего не взял со своего предприятия. Потом я сделал выжимку, причем выжимку, вот она, ну, я вам ее все раздал, в этой выжимке вы видите 15 моментов. Перед тем, как, ну, ее составить, я из всего коллективного договора, из этих многих-многих пунктов, вот самое-самое вкусное, выбрал примерно 27, но я понимаю, что 27 это много, на листочек не влезает, и я еще ужал до 15. Из тех пунктов, которые вы видите, вот перед собой, вот этот листочек раздал, ничего того, что хотели работники, понимаете, практически ничего нету, потому что все, что они хотели, ну, это такая бытовуха, это может быть вмещено в один пункт, вот там про микроволновку и тому подобное. Остальное все, и они говорят мне сейчас, вот даже если вот первые три пункта, вот даже если наполовину вот случится это, это будет просто замечательно. Вот готовы вести борьбу за это все. Понимаете, когда вы приходите, ну, когда будут вестись переговоры, уже у нас есть готовый документ, в котором больше 300 пунктов, понимаете, больше 300 пунктов. И в принципе на многое начальство согласится, но просто про эти пункты надо знать. Откуда ты возьмешь, если у тебя нет никакой подготовки, и нету вот, 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 из воздуха это не взять. Ну, есть фонд рабочая академия, есть рабочая партия России, есть такие замечательные товарищи, как Французов, как Федотов, как Попов, которые уже многое вот сделали и прошли вот через это все. Просто вот большая благодарность им за это. И вот у меня сейчас второй момент создания профсоюза. То есть люди уволились все, на которых надавились. Еще скажу, на наш, на наш, очень сильно на поликлинику надавило новое начальство. Уволилось примерно на данный момент 100 метработников из 400. То есть большая текучка. Почему? Люди разрозненные, люди по одному. Питер большой город, медики голосуют ногами. Они не хотят бороться, они не могут бороться. Им это нафиг ничего не надо, они говорят, потому что город большой, рядом стоит такая же поликлиника, который более-менее на данный момент врач. Главный врач более-менее зарплата, более-менее условия. Чего я буду тут кому-то доказывать? Он просто уйдет. В регионах, где нету такого профсоюза действия, который мог бы отставить, делают следующим образом. Довалите вы все со своими тут непонятно с чем. Я уеду в Питер, я уеду в Москву, там тоже врачей не хватает. Вот в Питере 5 институтов этих медицинских, врачей не хватает. То есть понимаете, да, вот какая система? То есть врачи на данный момент не понимают, что не очень сложно отстоять свои права. Мы вот сейчас, ну еще раз повторюсь, сейчас профсоюз действий, межрегиональный, он в основном отказывается, не то что отказывается, а не ставит сейчас на данный момент, основным это защищать свои права через суд. Уже многие наелись вот этой ерунды. То есть получается, ты берешь какое-то требование, которое законно, но тебе его надо через суд доказать. Ты заморачиваешься с ним первый месяц, второй, третий, через полгода ты его выигрываешь. Я выиграл! Но это всего лишь одно требование. Возможно перепройти, ну тот, кто вот эти активисты, они проходят через увольнение, их там чего-то сминают, им портят нервы. Это все в свободное время, которого вообще практически нет. То есть получается столько много усилий ради одного-двух пунктов. Здесь же предлагается работать, именно сразу улучшать условия своего труда, платы и тому подобное. Сразу 300 пунктов, понимаете, 300 и больше. Вот к чему надо. И сейчас, только сейчас, профсоюз действий, межрегиональный, у которого есть какая-то структура, только сейчас, через вот эти вот все шишки, приходит к тому, что надо бороться за коллективный договор. Но на данный момент никто не понимает, как за него бороться, понимаете? Нету школы. Вот именно работодатель, он не даст тебе ключа, ему наоборот надо замолчать, замылить, все что угодно. Но принять со своим желтым профсоюзом тот коллективный договор, который они хотят. Вот на соседней поликлинике уже как бы надавили на них. То есть они, коллектив соседней поликлиники, не поучаствовал в заключении коллективного договора никаким образом. Вот товарищ Калевец сказал, как можно поучаствовать. Ну никаким образом, ни конференции, никаких доверенностей просто нет у нас там в этом коллективном договоре. Все. Им сократили отпуск. И сейчас они, звонки мне, что делать? И что они сейчас делают? Их работа сейчас заключает, мы написали письмо. То есть письмо от кого-то написали, и сейчас им дают 30 дней, чтобы они, ну, ответить на это письмо. Вот у них сейчас эти 30 дней закончатся. Опять же, если был бы профсоюз у них, да, допустим, то в течение 7 дней какой-то ответ получили. Но опять, они получат ответ. Извините, коллективный договор заключен, все реально, все нормально. И что дальше они будут? Они будут следующее письмо писать. При этом надо понимать, что они могут также организовать коллективные действия за пересмотр каких-то этих, ну, выставить отдельные соглашения. Начать вот эту борьбу. Но опять же, для этого нужен профсоюз. Профсоюз опять же нужен для того, чтобы вот не было, как мы говорим, да, заключен коллективный договор. Непонятно, боролись, не боролись, хороший он или плохой. И вот они будут переписывать каждый месяц или каждый пункт, когда им это в голову взбредет. То есть, вот, например, у докеров есть классная вещь. Распечатать за счет организации, это коллективный договор, там, ну, 500 экземпляров. Вот я свой тоже это включил. Распечатать, чтобы это было в каждом подразделении. Чтобы не было, чтобы люди просто видели такое, что это они там исправляли на подделы или тому подобное. Вот, поэтому, коллективный, еще раз говорю, коллективные договоры, именно структура, есть на фонде рабочей академии. Это можно взять. Сейчас уже эти проекты, ну, проекты, которые люди составили, сейчас будут бороться за заключение их, ну, за принятие их проекта, коллективного договора, чтобы это было действием. Есть и по другим отраслям, понимаете, то есть, сейчас есть договоры, именно по отраслям можно уже не то, что докерски перелопачивать, а уже свой там, там, по транспорту есть отдельный проект коллективного договора, в котором уже транспортники вложили свой ум, там, например, Герасимов Иван Михайлович писал с троллейбусниками Санкт-Петербурга. То есть, уже есть, ну, вот, есть медиков, которые я раздаю в своей организации, то есть, как только ко мне кто-то обращается, я сразу даю свой проект, и они понимают, о чем думать, в какую сторону направлять. Второй момент, обязательно, вот, Каллиц сказал, нужен актив, ну, не потянешь ты один, двоем, троем, не потянешь это все, ну, надо минимум семь человек, семь человек уже более-менее могут вести агитацию, ну, а неузнаваемое предприятие к ним подходит, один человек, ну, это все. Ну, еще, видите, как бы у меня, например, скорая помощь, очень тяжело коллективную, ну, организовывать борьбу, опять вот этот разговор о шестичасовом рабочем дне. Вот я пришел на сутки, следующие сутки у меня через четыре дня только, если я на ставку работаю, или с три дня. Когда работать с коллективом? Когда некогда работать? Это разговор идет о том, что нужно свободное время, то есть, вот этот разговор о том, что давайте сократим до четырех, до трех этих дней в неделю. Нет, это должно быть каждый день, ну, сокращенный день, это вот сто процентов, чтобы вести именно какую-то борьбу и понимать, что, что, зачем и почему происходит. Сейчас ширятся вот кружки по Марксу. Вот у нас есть люди из других партий, да, но вот что я вот тоже, ну, в этой теме тоже состою, вот эти кружки по Марксу. Собираются люди. Это не только мое мнение, что происходит на этих кружках. Собираются люди, которые, да, читают Маркса, но очень тяжело понять Маркса, да, допустим, тот же Капитал, например, не освоив логику Гегеля. То есть, можно понять, но вполне невозможно понять. Ну, там даже понимаешь, когда даже по логике Гегеля доходишь до первой категории, уже понимаешь, а, вот о чем Маркс-то, что Маркс-то имел в виду. Ну, понимаете, вот собираются эти люди, не понимают, что в этом Марксе написано, и продвигают это дальше. Опять же, марксистские кружки, да, то есть, Ленин уже пересмотрел Маркса, да, там, в другую уже эпоху писал. И почему не кружки по ленинизму, например, да? Как можно только на Марксе, основываясь, да, игнорируя полностью Ленина, вделать какие-то выводы? Ну, почему у нас нету крышков, например, по написанию коллективного договора? Вот у нас, вот у нас, короче, сейчас поднимается тема. Вот это очень важная вещь. Можно не знать даже Маркса, но свои-то экономические требования через коллективный договор можно как-то вот проводить. Вот, 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 нет, для них хватает кружка по коллективному договору, понимаете, по написанию и защите. Чего? А ты сейчас взять кружки по написанию коллективного договора. Ну, все равно это вот написание, еще бы защита, знаете, вот, когда вот так вот сомневаешься, тебе так пинок, да это вот так делать. Сидят люди, у которых, во, башка, блин. И все, главное, прошли, понимаете. Вот этих людей мне рядом не хватает иногда. Ну, не хватает, но они есть. Ну, и застесняешься обратиться. Городик, Керасимов, это же кружок. Кружок. Можно прийти туда. Я по всей стране, заменить эти марксистские кружки на кружки по написанию коллективного договора. Так создайте, вы, лично. Что лично? Вы, вы, начинаем, мы подключимся. Разжайте кружок такой, а мы присоединимся. Я согласен, Маркс нужен, тому подобное. Но, понимаете, мы все ничего не понимаем в этом Марксе. Я утрирую, понимаете, когда с нуля я такой взял Карл Маркса там капитал, прочитал, пришел и давайте все вместе читать. Ну и дальше что? Я не вижу, как... Все, все, понял. Мандатная комиссия, как вы готовы? Все. Ну, в общем, подводя итог к вышесказанному, я еще раз скажу. Написать проекта коллективного договора несложно. Все это есть. И второй момент. Очень хорошо объединять людей вокруг этого коллективного договора. Пусть не уж не в профсоюз там тяжело, но именно прийти в коллектив и собрать собрание, и чтобы они с закрытым голосованием проголосовали за проект этого коллективного договора. Это не сложного, ничего нет. Все, спасибо. Мандатная комиссия. Слово просит. Докладываю, что на российском комитете рабочих присутствует 37 человек. Из них 18 человек рабочие с решающим голосом, с обещательным голосом 11 человек и 8 приглашенных. На российском комитете находятся представители самых разных регионов нашей страны. Это из Москвы, из Ленинграда, из Московской Ленинградской области, из Нижнего Новгорода, из Нижегородской области, из Самары, Тульской области, Ивановской области, Белгородской области, из Тамбова, из города Уфы. Рабочие самых разных профессий Это, конечно, и слесари, и токари, и механики, наладчики Есть взрывник, есть комплектовщик, водители большегрузных машин Машинист-компрессорщик компрессорных установок Операторы станков с ЧПУ Радиоэлектромонтажники, радиоэлектронные аппаратуры и приборов Есть инженеры и врачи Представлены такие организации, как Саровская генерирующая компания Нижегородский водоканал, Татарнефть В Московской области Электросталь Из Санкт-Петербурга, это в основном из НИИ вектора КБ среднего машиностроения И строительного СМУ-2 Есть НИПО-технологии Ну, короче говоря, самые разные отрасли и самые различные профессии Уважаемые товарищи Какая парасоюзная организация у вас на предприятии Чем она занимается Что бы вы хотели изменить в ее работе Всем добрый день Я Гординин Максим Владимирович Сам работаю на небольшом предприятии Но я сейчас помогаю в составлении коллективного договора К нам, как к людям, которые довольно-таки хорошо себя зарекомендовали Я имею ввиду и Российский комитет рабочих, и фонд рабочая академия Человек пришел со стороны И сказал, помогите создать профсоюз Вот Эта работа началась Естественно, первое впечатление было непонятно, серьезно или не серьезно Потому что с вопросами такими обращаются периодически А иногда обращаются, значит, по интернету Помогите создать профсоюз Говорим, да, приходите Человек пропадает Тот человек пришел Мы ему попросили принести колдоговор с предприятием Принес Пришел второй раз Сейчас мы уже фактически взяли Да, взяли за основу колдоговор докеров Сели и начали с ним работать То есть уже несколько Несколько собраний, несколько встреч было То есть здесь работа идет И работа идет интересная А вот мое впечатление Мы затронули немножко этот вопрос Разница между колдоговором и соглашением Разница между органайзингом И вот нашим подходом Знаете, на что похоже? Вот органайзер Такая ассоциация Как про либералов говорят Голод, да? Прилетел Голод как в шахматы играет Прилетел Сбил все фигуры Насрал на доску У него летело рассказывать Как он всех победил Вот это примерно то же самое Вспомните У нас же вот было несколько роликов Как Новопроф в Питере Организовал профсоюзы По-моему Везде, где было что-то организовано Везде все разгромили И лет на несколько Там сейчас вообще бесполезно что сделать То есть вот результат органайзера То есть люди приходят Вообще ничего не понимают Они совершают сразу первое Первое, что нам говорят Это не надо заявляться перед администрацией Первое, что делает органайзер Это заявляет, что он открыл профсоюз На предприятии То есть получается подход Органайзер это варяг со стороны Ему плевать на предприятие Поэтому у него здесь не получилось Он побежал в другое место В другом месте не получилось Побежал в третье В четвертое, в пятое Опа, в седьмом срослось Там попались боевые люди Организовали забастовку Он что-то в результате записал себе галочку Я создал, провел забастовку на организации А потом люди, где он 5, 6, 7 Мест, где он попробовал Там-то он ничего не сделал А задача в том, чтобы мы для себя На своем предприятии Создали те условия В которых мы будем дальше работать То есть мы для себя это делаем Мы не со стороны прибегаем А каждый на своем предприятии Создает условия для себя Для... Посмотрите, вот докеры, например Они сколько лет боролись И они создали для себя условия Которые теперь они защищают Вот теперь у них хорошо Вот авиадиспетчеры Они сколько лет боролись Они создали для себя условия И теперь у них хорошо И теперь Мне кажется, задача каждого профсоюза Каждой первички Это у себя на предприятии Создать условия И защищать их Чтобы у них на предприятии У нас на предприятии Было хорошо Мне кажется, вот этот подход Это кардинальная разница Между органайзингом Который бегает вот так вот Как воробей И между тем, чтобы организовываться На каждом предприятии В принципе, вот у меня все Спасибо Артем Сергеевич Ванюк Город Электросталь Московская университация Рабочей партии России Я хотел бы тоже рассказать О ситуации у нас на заводе Профсоюзный Потому что Нас в любом случае Смотрят ребята из ФНПР ГМПР Это очень большие Многочисленные структуры Им, наверное, будет полезна В том числе и та информация О том, как же работать В тех профсоюзах Которые Мы привыкли называть Желтыми Вот у меня такой профсоюз Это горно-натургический профсоюз Россия Первичная организация Завода Электросталь Которая входит в ФНПР О котором я уже рассказал Условия труда ухудшаются При том, что профсоюзные Профсоюзные организации имеются Коллективный договор есть На нем никто не знает Профсоюзное членство Огромное 97% Все платят взносы Недавно я узнал о том, что Много человек у нас на заводе Хотят из профсоюза нашего выйти Выйти оттуда они не могут Потому что придя к председателю Цехового комитета Или к начальнику И написав заявление о выходе От профсоюзной организации Ему отвечают Выход через увольнение То есть представляете Какая ситуация И таким образом люди Как бы удерживаются в профсоюзе Профсоюз имеет возможность Докладывать о том, что у нас все хорошо Бешеное членство Нас поддерживают Мы выходим там на какие-то акции С синими флагами Это я говорю про ФНПР, ГМПР И вот моя ситуация Я оказался в 2011 году После 4 курса института Устроился на завод электросталь В Центральную исследовательскую лабораторию Работал В общем-то пока у меня еще не было детей Спокойно себя ощущал Потому что тех денег Которые я зарабатывал тогда И жил с родителями У меня тогда этого в принципе хватало Для существования Но когда появилась семья Двое детей у меня Влез в ипотеку Потому что жилищные условия Необходимо улучшать И понял то, что Стоимость рабочей силы Которую мы все считаем Для каждого города Это действительно Очень важная информация И цена рабочей силы Которая сегодня Она действительно занижена Как было сказано сегодня В 5-6 раз Вот Мне приходится К сожалению В данный момент Выходить на подработки Связанные с музыкальной работой В кафе и рестораны Да, к сожалению Это так И я считаю Что это можно считать Как временем переработанным Но уже на 2-х работах получается А иногда и на 3-х получается Так вот Такая ситуация У вас уже создан профсоюз И вы уже доросли до того Понимания Что нужно что-то делать В этом профсоюзе Но профсоюз желтый По своему опыту могу сказать Первое, что я сделал Это зашел на сайт Профсоюза ГМПР И открыл устав Этого профсоюза Также попросил Профкомик устав В письменном виде Он у меня в двух экземплярах есть И принялся его читать И для себя обнаружил О том, что Как уже Валентин сообщил Замечательную фразу О том, что Работать нужно И в желтых профсоюзах И желтые профсоюзы Это позволяют делать Каким образом? Вот В уставе ГМПР Например, поописано То, что В пункте 11 Права Члена профсоюза Это свободно Высказывает свое мнение По работе профсоюза И По всему Что с ним связано А в статье 12 В пункте 2 Указано То, что Обязанности Члена профсоюза Каждый член профсоюза Обязан Оказывать содействие В разработке И контролю За выполнением Коллективного договора То есть Это очень важная часть И вы Оказавшись в желтом профсоюзе Можете этим воспользоваться В данном случае Я воспользовался Этими записями Которые сделаны В уставе профсоюза И на основании их Совместно с фондом Рабочей академии Стал нести Коллективный договор Проект коллективного договора В массы Наши трудящиеся массы Но как уже отметил О том, что Юридическая грамотность Работников Практически на нуле Люди не знают Что такое Креативный договор Где его посмотреть И сегодня Наша первоочередная задача Я имею ввиду тех Кто вместе со мной Принимает участие По продвижению Вот именно Профсоюзной работы На заводе Электросталь Наша прямая задача Эту юридическую Грамотность поднимать Каким образом Рассказывать О том, что Вот как Сергей Александрович Горбушкин В начале Вот этой Секции Говорил о том Что существуют Такие-то Закрепленные нормы В законодательстве О том, что Вот это можно делать Это делать нужно Что еще хочется сказать Про то, что у нас Очень богатая библиотека Которая В электронном виде Есть на Сайте Московское отделение Фонда Рабочая Академия У нас Также есть книги В аналоговом виде Которые Необходимо Всем Без исключения Прочесть И переработать Потому что Вот например Книга развития Профсоюзного движения России Александра Владимировича Золотова В данный момент У меня является Настольной Потому что Здесь Освещена Вся Профсоюзная Деятельность От ее истоков До сегодняшних дней К сожалению Вот та организация Которая называется Федерация Независимых Профсоюзов России В которую входит Мой отраслевой Горно-натургийский Профсоюз Там Вот это обучение Напрочь отсутствует Люди Которые приезжают На Обучение Туда Я сам Участвовал В таком Обучении Это Честно говоря Смешно назвать Даже обучением Это какие-то Тренинги Личностного роста Напоминающие Какой-то Тренинг В области Сетевого Маркетинга Приглашают Тренера И этот тренер Рассказывает О том Как продать Членство В профсоюзе Он рассказывает Про то Что можно Получить Путевку По скидке Можно получить Такой-то Новогодний Подарок Либо еще Что-то Ни слова Ни о коллективном Договоре Ни об улучшении Условий Труда Ни о чем Там этого нет Поэтому То Чем мы Занимаемся Приходя К рабочим Именно на рабочие места И раздавая Газеты На предприятиях На проходных Я думаю Что больше Такую работу Никто не проделывает И поэтому В таком Ключе Мы выгодно Отличаемся От этих всех Желтых Господ Так скажем Еще вот Книга Классовая борьба Михаил Васильевич Попов Эти книги Хотел бы сказать Тоже на заводе У нас У рабочих В достатке есть Я в электросталь Увез Шесть штук То есть Работе читают Проникаются И Третья книга Советы как форма Государственной власти Эта книга Я считаю Вообще Очень мощная Тем Что Люди Наконец-таки Видят Вот эту связь Между советами И начинают Отсознавать Что советы Это Организации Трудового коллектива И Создать совет И прийти к советской власти Можно только тогда Когда коллектив Начнет коллективно Бороться за Улучшение Условий труда Вот Поэтому Подводя Черту В своем Сегодняшнем Здесь выступлении В этой секции Мне бы хотелось Вот что сказать Есть такой фильм Который мне очень нравится 28 панфиловцев Есть там такая Сцена Когда они сидят В окопе Идет Артподготовка И один герой Значит Говорит И никто не геройствует Потому так Как незачем Спокойно Жгем танки Это в данном случае Сейчас про меня Потому что я сейчас По большому счету У себя на Заводе электросталь Один Остальные Есть много Сочувствующих Ребят Но тех Которые готовы Включиться Значит У себя В подразделения Вести эту же Разъясняющую работу Также Работать С коллективным договором Объяснять Таких К сожалению Мало Поэтому Такое Напутствие На будущее Для того Чтобы Человека Не задавили Как таракана Нужно Работать Над тем Чтобы Создавался Как уже было сказано Тот самый Актив Который Поднимет Весь завод И Люди Смогут выступить Единым фронтом А в таком случае Мы обречены Только на победу Спасибо Уважаемый товарищ Еще кто-то Хотел выступить Общий Анатолий Неканурович Нештатный советник У нас Областного объединения Профсоюза По экономическим вопросам Так сказать Сейчас модно Вдруг Профсоюза ФНП Назвать желтыми Ну пусть желтые Розовые Зеленые Синие Вопрос На мой взгляд Такой Нужно рассматривать Профсоюзное движение В нашей стране Как и страна В целом Находится в кризисе Вот мы в этом году Собирались В начале года По плане работы Какие вопросы Надо рассматривать В том числе Связанные И они находятся Постоянно Это о создании Новых профсоюзных Организаций Вот я Не согласен С Александром Владимировичем Золотом Когда он Начал говорить О том Что вот надо Был рабочим Значит Когда ликвидируется Предприятие Бороться за то Чтобы эти предприятия Оставались Ну вот я вспомнил Тут Например На комбинат В Пучи же Ну там взял Владелец И уехал Бросил Предприятие Профсоюзная организация Значит пыталась Значит За это предприятие Бороться Но вся эта борьба Закончилась тем Что она Архивы Сохранила Профсоюзная организация И сдала Так сказать Государственные архивы Те документы Которые связаны С трудовым Стажем Работников Вот и вся борьба Не все так просто В борьбе за сохранение Предприятий Третий вопрос У нас Ключом О занятости Можно эти вопросы Подробнее говорить Все не так просто Когда предприятия Ликвидируются Появляются На их месте Одна Там два Три предприятия И стоит вопрос А что все таки С созданием Значит Профсоюзных Организаций Новых Мы проводили Я имею ввиду Наше Профсоюзное Объединение Не один раз Значит И круглые Столые Семинары По вопросу Связанным С созданием Новых Профсоюзных Организаций Намечали Определенные Подходы Что-то у нас Получалось Что-то не Получалось Но я вам скажу Вот товарищ Тут Очень Критиковал Организеров Значит Которые вроде Как-то Не так Рассказывают Как нужно Создавать Профсоюзных Организация Их надо Просто Создавать Так Создавать Нет Так Создавать Их надо Просто Создавать Потому Что Значит Говоря О коллективных Договорах Можно Говорить О том Что Коллективные Договора Можно Вообще Без Профсоюзных Организаций Не нужно Никаких Профсоюзных Организаций Существуют Механизмы Каким образом Они должны Появляться Каким образом Они регистрируются Значит Подписывает Эти коллективные Договоры Один Человек Который Потом Ну Уполномачивает Его Там есть Механизм Этого Уполномачивает Который Потом Ни за что Не несет Ответственно Он просто Подписал Коллективный Договор Гляжи Значит И тут Вроде Как-то И не нужно Профсоюзных Организаций Профсоюзных Организаций Нужны Я Как-то Выступал Давно Это может быть Несколько лет Назад Но Трибюн Правда Тут Вот стоял Не здесь Вот тут Говорил О работе Августа Бебеля Еще в 19 Веке Но это Известный Социал-демократ Германский Марксист Кстати Значит Который Ну Такая Работа Политической Партии У него И профсоюза Который Говорил Что вот эти Коренные Интересы Рабочих По классу В данном случае Если мы Здесь На заседании Российского Комитета Рабочих Могут Ставить Профсоюзу Ставить Такие задачи Как и перед Государством И Законодательной Инициативой И так далее И тому подобное В защите От рабочих Профсоюзу Профсоюзу На родные На родные Правы Надо Обубликовать В полном Объеме Потому что Тот анализ Который он Сделал Включая Значит Вот эти Документы Международной Минизации Труда Ратифицированные Кстати Еще Советским Союзом Есть Еще Там Основополагающие Документы Значит Нужно Все-таки Чтобы Как можно Больше Людей Знали О тех Подходах Которые Должны Быть Использованы Для Значит Ну Если мы Говорим О создании Новых Профсоюзов Чтобы Все Значит Весь Набор Вот этот Инструментария Включая Значит Я Уже Повторюсь Документы Международной Организации Труда Кстати Если Память Не изменяет В этом Году Наверное Международной Организации Труда 100 лет Наверное Что ли Должна быть Поскольку Она была Организована После Версальского Мирного Договора И образования Там Лиги Наций Как раз 100 лет По-моему И Другие Значит Значит Ну Не нравится Положим Там Органайзеры Но я Знаю Что И Доклады Есть И что Германия Работает Таким Образом Других Странах Работают Таким Образом Конечно Может быть Какие-то У нас Не все Прививается Но тем Не менее Вот этот Перечень Механизмов Инструментарий Он у нас Должен быть Значит Доноситься До Так сказать Масс Я Слова Ленина Хотел бы Значит Здесь Воспользовать Идеи Тогда Становится Материальной Силой Когда Овладевает Масс Кстати В будущем Году Будет Исполняться 150-летие Со дня Рождения Владимировича Ленина Я Хотел бы Внести Сегодня Или завтра Предложение О том Чтобы В первую очередь Александру Владимировичу Золото Уважаемому Наверное Не только Мною Товарищу Чтобы Нам Значит Когда У нас Нам В октябре Значит Это Сам Посвятить Может быть Даже Вот Традиционные Осенние У нас Конференции Значит Вот Таком Вот Событие Как 150-летие Со дня Рождения Ленина С тем Чтобы Значит Посмотреть Что Ленин Говорил Значит Про Союз Какие Там Решались В то время Вопрос Задачи Какие Решались С тем Чтобы Значит Посмотреть Будущее И С учетом Сегодняшнего Разговора И Будущего Разговора Значит Который У нас Будет И осень Здесь Совершенно Правильно Вот Значит Товарищ Выступал На Системность Что У нас Должна Быть Системная И Она Должна Быть Регулярная И Может Быть Наравне Вот С теми Моментами Которые У нас Постоянно Рассматриваются На Российском Комитете Рабочих На наших Конференциях Вот Вопросы Связанные С работой Созданием И Работой Первичных Профессионализаций Выше Стоящих Значит Отраслевых Вот Сегодня Поднимался Такой Вопрос Уже Вторым Докладчиком Когда Он Говорил Значит Уже О Ботоцелевых Таких Подходах В создании Профессионализации Чтобы У нас Была Здесь Система Чтобы Можно Было По Этой Системе Отслеживать Какие Мы Получаем Плюсы Какие У нас Значит Вопросы Не Получаются С тем Чтобы Корректировать Свои Позиции С тем Чтобы Эти Наши Вопросы Которые Получительно Они Просто Вот Мы Сказали А там Хоть Трава Не Растит Или Как Это Я Люблю Говорить Про Кукарекол А Кто Будет Организовать Рассветы Давайте Мы Будем Чаще Организовать Рассветы Спасибо За Внимание Продолжаем Работу Российского Комитета Рабочих У нас На повестке Второй Вопрос О создании Первичных Простсоветных Организаций Владимир Михайлович Здравствуйте Владимир Михайлович Насталер РКР В Южнем Новгород Нечегородской Области Значит Вот интересно Вопрос у нас О создании Профсоюзных Организаций А съехали На базовый вопрос Профсоюзной работы Базовый Как подтверждается Что базовый Коллективный договор Правильно Важнейший момент Ну а теперь По поводу Организации Профсоюзных Организаций У нас И задача Не просто Создать Профсоюзные Организации Создать Профсоюзные Организации Которая Бы Действовала И выполняла Не выполняла А Помогла Коллективу Решить Свои Базовые То есть Интересы Базовые Задачи Сохранение Предприятия Сохранения Рабочих Мед Заработная Плата Социальные Дела Защита Безопасные Условия Труда И так далее Вот для чего Нужна Профсоюзная Организация Для того Чтобы Своими Действиями Самыми Разными Решать Вот эти Вопросы Чтобы Коллектив Мог Организованно Спокойно Достойно Решать Вот эти Вопросы Значит Что в связи С этим Как Вести Организационную Работу По созданию Профсоюза Есть Инициативная Группа Там Три Человека Пять Человек Это Лучше Конечно Вот Но Начинать Надо Не с Того Что У нас Есть Опыт Вопросы Как Таковой В разных Вариациях Рассматрив В течении 20 лет Точно У нас У нас Есть Такой Опыт На Бару Это Вот Через Волгу На той Стороне Город Предприятия Предприятия Аккумуляторный завод Аккумуляторный завод Ребята Создали Профсоюз Защиту И В бой Шашки На голову И Полетели Через Три Месяца Ни Одного Не Осталось На Предприятии И Совершенно Спокойно Съели Почему Потому Что В коллективе Никто Не Готов Их Не Поддержать Не Защитить Вот В Финис Эти Если Вы Поставили Задачу Создать Профсоюз Организацию Рабочую Очень Желательно Значит Первое Что надо Сделать Надо Дать Людям Коллективу Нечто За Что Люди Начали Вас Уважать И Начали Вас Поддерживать Вот Это Очень Важно Ну И Совершенно Верно Здесь Уже Прозвучало Что Лучшим Из Документов Лучшим Из Предложений Является Коллективный Договор Который Отражает Интересы Большинства Работников Вот Это Очень Важный Момент Когда Это Этот Документ Доводится До Коллектива Доводится До Рабочих Значит Доведение До Рабочих Проекта Коллективного Договора Дело Сложное Почему Я Уже По первому Вопросу Начал Это Говорить Сейчас Продолжаю Потому Что Многие Просто Не Воспринимают Новшеств Которые Вы В этот Кол Договор Вносите Недоверие Есть Это Нормально И Вот Здесь Идет Воспитательная Работа Кроме Пропаганды Как таковой Идет Воспитательная Работа Вы Должны Убедить Людей Что Это Правильно Это Необходимо И за Это Надо Бороться Вот Это Самое Важное И Когда Коллектив Поддержит Очень Хорошо Будет Если Это Будет В письменном Виде Решите Там Собрание Цеха Номер Шесть Где Написано Вот Поддерживаю Предложенный Коллективный Договор Это Когда Люди Поймут Это Когда С ним Уже С этим Коллективным Договором И С Заявлением Что У нас Есть Профорганизация Идти В Администрацию Никто Не Рискнет Поднять На Вас Руку Значит А если Рискнут То В результате Потерк За поражение Меня Утворяли Завод И Взяли Обратно Директора Убрали А меня Вернули То есть Тут Очень Такой Вопрос Серьезный Значит Лидер Организация Любая Вот А профсоюзная А профсоюзная Именно С точки Зрения Коллектива Значит Сильна Единством Коллектива И поддержкой Со стороны Коллектива Если Поддержка Есть Если Люди Организованы Никто Вам Ничего Не сделает И Будут Соглашаться Я говорю Мы Да Поехали Дальше По поводу Желтых Профсоюзов Здесь Вот Клейнят И так И эдак Значит Я Тоже Работал В желтом Профсоюзе ФНТР Попытались Мне создать Защиту Но Не получилось То есть Ситуация Была Такая Что Не получилось Вот Что Мы Сделали Мы Старились Рабочей Рабочеванием Профсоюзов НПР Рабочевание Началось С чего Как У нас Профсоюзный Кабитет Собирается Все Прожженные Профсоюзники И Они Так Вот Прямо У них В глазах Что Поделим Что Поделить Будем Сегодня Когда Начинаешь Говорить О том Что Надо Это 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 Надо Бороться Надо Ставить Вопрос Смотр Ненормальный Начал Так Значит Во всех Уставах Профсоюзных Отрасливых Записано Одно И то же Что Профсоюзный Комитет Формируется Может Формироваться По нескольким Принципам Один Принцип Прямая Выбор Конференции Другой Принцип Делегирования От Первичных Профсоюзных Организаций От Цеховых Мы Добились Чтобы Говоря Как Конференции На очередной Ввели Устав Положение Что Профсоюзный Комитет Формируется Прямым Делегированием Подразделений Подразделения Как Были Цеха Это Само Собой Экономические Службы Потому Что Там Они Могут Сказать Как А Вот У Нас Пять Бюро В Экономическом Отделе От Каждого Бюро По Человеку Нет Ребята Вот От Службы От Экономистов Один Человек Ну И Так Далее Слабженцев Охраны Что В результате Получилось В результате Получилось Грустная Картина Значит Из Один Из Членов Правкома Четверо Рабочих Только Остальные Даже Цехов Значит Направили И ТРС И Вот С подачи Михаила Васильевича Попова Мы Организовали Объявили Что У нас Вот В правкоме Есть Рабочая Фракция И Без Одобрения Рабочей Фракции Никакие Решения Профсоюзного Комитета Не И Силы Вот Мы Это Дело Закрепили И У Нас Ситуация Резко Поменялась Тем Не Менее Значит Опять Кол Договор Когда Кол Договор Формируется Новый Очень Тяжело Не Воспринимается Вещи Ну С которыми Они В принципе Не были Знакомы Вот В принципе То есть Вот Формулу Не Понимают И Самая Большая Рубка Самые Большие Споры У Нашли В Правкоме Вот Там Граница Проходила Значит Как То Вот Не Понимают Многие Что Отрицая Что-то Из Коллективного Договора Они Работают На Администрацию Они На Коллектив Нет Такого Понимания Зачастую И Как я Говорил Неоднократно И ТРовцы В этом Плане Гораздо Более Склонны К Допустимым Компромиссам Нежели Рабочие Вот И Вот Провести Даже Через Правком Это Стоит Больших Усилий Вот К этому Надо Быть Готовым Если Вы Работаете В Рос Профсоюзе В Соцпрофе То же Самое Вот Эти Профсоюзы Они Все В общем-то В определенной Степени На одну Колодку Вот Самым Таким Доводом В пользу Того И решения Профсоюзного Является Угроза Обращения В коллективы Вот У нас Четыре Рабочих Начинается Спор Не Принимают Сейчас Мы В цехах Сходим Поговорим С цехами Никто Связываться Не Хочет Вот Это Сила Рабочего Класса Уже ИТРовцы Они Хорошие Ребята Но Когда У нас Забастовки Я говорил Уже Забастовок Было Много ИТРовцы Практически Не Участвовали В этих Забастовках Они Говорили Как Ну Михалыч Вы Отдавайте А мы В окошко Посмотрим Мы Вас Поддержим Вы Из окна Видите Вот Ну Они Более Зависимые Люди Нежели Рабочие Если Рабочий Столк Потери На заводе Идут Гораздо Больше Нежели Даже Ведущий Инженер Ушел Сработать То есть Это Однозначно Вот И Следующий Шаг Когда Вот Рабочая Фракция Когда Решение Без Согласия Рабочего Крыла Правосоюзного Комитета Не Принимаются Это Вот Такой Шаг К тому Чтобы В составе Профсоюзного Комитета Появилось Больше Рабочих То есть Шаг К рабочему А не Профсоюзу Потому что Рабочим Доверие Гораздо Больше Очень Важный Момент Когда Для Организации Для создания Вот именно Для повышения Уровня Рабочих Которые Так сказать Активны Психологически Но не по знаниям Это Участие В Полдоговорных Мероприятиях В Переговорах Вот Участие В переговорах Это Ответственность Человек Знает Что он Представляет Рабочий Коллектив Трудовой Коллектив На нем Ответственность За результаты И Осознание Своего Места И задач Происходит Гораздо Быстрее И Главное Люди Уже С этой Дороги Не сворачивают Он Прошел Через Эту Согласительную Комиссию Это Уже Другой Человек То есть Это Тоже Одна Из Форм Значит Одно Дело Участие В Создании Коллективного Договора Другой Момент Работа В Профсоюзных Там В Правкоме В Цеховом Комитете И Третье Участие Вот В этих Переговорных Процессах А уж Включится Человек Коллективный Трудовой Спор Активно Если Вы Его Включите Сами Редко То Пожелают Если Вы Его Включите Это Это Будет Ваш Человек В Результате Вот И Придет Понимание Осознание Именно Через Борьбу Ну Вот Собственно Что я Хотел По этому Поводу Сказать Значит Профсоюзные Организации Да Надо Обязательно Довести Вот И в нашем Проекте Постановлению Надо Это Обязательно Отметить Довести До Людей Вообще Что Пора Это Дело Обострить То Есть Коллективу Надо Сохранить Рабочие Места Обеспечить Лейз Зарплатой Условиями Труда И Социально Социально Защищенность Вот Вопросы Которые Без Организации Никто Решать Не Сможет Все Спасибо АПЛОДИСМЕНТИМ 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 Золотов Александр Владимирович Консультант Российского Комитета Рабочих Уважаемые Товарищи Вот Когда Размышляешь О том Что Означает Создание Профессивной Организации Я думаю Что Важно Разграничить Две Вещи Два Процесса Вот Нельзя Тожислять Создание Учреждения Во все время Для того Чтобы учредить Три человека Да Для учреждения Формально Конечно Достаточно Трех Человек Это все И программа Выполнена Вот Давайте Вот у нас Повески дня О создании Профессоюза Ну три человека Можно найти И уговорить Тем более Что мы рекомендуем Не надо С вами заявляться Это с радостью Люди сделают Чтобы сразу Не заявляться Она Создана Нет Очевидно Что нет Очевидно Мы ждем Большего И поэтому Здесь сразу Говорят Нужен проект Коллективного договора Для того Чтобы люди Знали За что Выступать А проект Коллективного договора Это все Развернутое Выражение Интересов Рабочего Класса И данного Коллектива Который Всегда Эти интересы В конкретной Форме Представляет Ну и хорошо Вы написали Даже И что создан Профсоюз У вас там Уже нет Вас поддержали Не три человека А проголосовали За этот проект В цехах Уже создан Профсоюз Ну вот Может быть Нам надо Подчеркнуть На Значит Сделать акцент На том Что Речь идет Остановление Вот тогда Можно считать Что профсоюз Установился Или как Вступил На личное бытие Да Когда закончился Профсоюз Установление Мы знаем Что Вы написали Проект Элективного Уговора И что Его примут Нет Здесь Вы хороший Прогрессивный Писали Но точно Не примут Это мы Стократно Здесь В этом Убеждались По опыту И теоретически Об этом Вся аргументация Свидетельствует Значит Прежде чем Такой Примут И говорили Примут Только тогда Когда Профсоюз Организует Забастовку Ну и успешную Если Вы приняли Потому что Если Она неуспешная Вам не удалось Значит Селенок Не хватает И чего-то Не учли То есть Вот Момент Вернее Создание Профсоюза Видимо Завершается Тогда Когда Благодаря Организованной Забастовочной Борьбе Ну или Угрозы Благодаря Угрозе Забастовочной Борьбы Принят Коллективный Отговор Который Разражает Интересы Работников В этом Смысле Прогрессивный Коллективный Отговор Ну и Если Так Поставить Вопрос То у нас Не так Много Созданных Профсоюзов Не так Много Или Значит Вот они Приняли Удалось Принять Коллективный Договор Который На определенный Момент Был шагом Вперед И был Прогрессивным А вот Идти дальше Не всегда Получается Бывают Откаты В наших Самых Ухудших Организациях Вот И в этом Смысле Задача Создания Профсоюза Она Вот Перерастает Задача Воспроизводства Воссоздания То есть Можно считать И успокоиться Что просто Создан только тогда Когда мы постоянно Боремся За ее Воссоздание Потому что Классовый враг Здесь правильно Говорит Не дремлет Он все время Старается Лишить этих Завоеваний И вот В этом смысле Мы конечно Всегда Должны понимать Что Судьба Профсоюза Зависит от того Как мы боремся Чего достигли И никакое Достижение Не гарантирует Того Что завтра Его не заберут И все Придется начать сначала Так вот Не надо сначала Начинать Да Все время Быть Атомобилизован Вот наверное Так можно Зафиксировать Потому что Те кто Утращивал Напор в борьбе Те Теряли позиции Даже самые Наши лучшие Профсоюзы А те кто не утратил Их не утратили Только потому Что они до сих пор Борются Энергично борются С применением Всех Возможных Для этого Средств Значит Это первое Второе Я соглашусь С Владимиром С Владимиром Михайловичем Что Нельзя Привешивать Ирлык Желтый Профсоюз В зависимости Вот Только в зависимости От названия Объединения Потому что К сожалению Все профсоюзы И в свое время Очень боевые Действующие Но всякие Искали определения Как назвать Профсоюз Официально Неофициально Неправильно Значит Боевой И вот Бездействующий Действующий Вот имеет Тенденцию К утрате Активности Сколько мы Таких Видели В этом Смысле Желтеют Поэтому И даже В том Профсоюзе Который Был Когда-то Очень боевым Наступает Такой Момент Может Быть Такой Наступить Момент Когда Будете Ходить И вас Не понимают И не поддерживают Поэтому Мы Не застряем Да ФНПР Очевидно Это Преобладающая Масса Но Вот Если Не будет Вестись Такая Борьба Тогда Все Профсоюзы Желтеют И надо Видеть И понимать Что эта Угроза Витает Всегда Над Всеми Профсоюзами В какое Они Объединение Не входили И наоборот В любом Объединении Можно добиться Успеха И здесь Тоже Были Примеры Этого Вот Владимир Михайлович Он все время Подчеркивает Что я был ФНПР Да Был Обнорский Там тоже Некоторые Успехи Были ФНПР То есть Это В принципе Возможно За вот Эти высокие Цели Которые Закреплены В программе Задачи Коллективных Действий Значит Второе Вот Огонайзинг Откуда он Сплыл Какова его роль Здесь Очень удачно Напомнили Что Анатолий Никонорович Лапшин Напомнил Что Вот на Западе Есть ведь Огонайзинг Да На Западе Есть А почему Он к нам Пришел Ну а кто Такой Кожник Он занимался Кожник Он как раз И вот Был в рамках Профсоюзов Которые действовали На предприятиях Филиалов Иностранных Компаний Вот с Ими С их традициями Профсоюзной Жизни Он как-то Согласовался Другое дело Как выяснилось Это не очень Оказывается здорово В российских Условиях Наверное И не в российских Тоже Так Почему там Такую Упорная Оргонайзинг А там Между прочим Запрещено Создавать Комитеты На уровне Предприятий Вот в Германии Никогда Профсоюзный комитет На уровне Предприятий Не создается А как же Представительство Всего коллектива А вот Есть там Производственный совет То есть Там удалось Классу буржуазии Распилить Эти Две организации Значит Производственный совет Который С профсоюзом Не связан Они конечно Профсоюзы Стараются связываться Но это Измене получается Потому что Внутри начнешь действовать И ты нарушаешь Компетенции Производственного совета И профсоюз Который существует Где-то там Его орган Орган Профсоюзной организации Находится обязательно За рамками предприятий Ну Это вот Мы что будем Возводить Теперь добродетель Вот то что Значит Удалось проделать Буржуазии Сказать Это раскассировать А из этого Что получилось Почему так Так было сделано Западный буржуазии Учла опыт Советского Периода Когда Наши профсоюзы Создавали Сказобастовочные комитеты И дальше На этой основе Вырастала Советская власть Так вот Значит Их организующую роль Ослабить Удалить С предприятия Их комитет Профсоюзный А оставить Такой Корень Который Вроде Представительный Но с профсоюзами Не связан То есть Вот откуда Корни растут Если говорить О политической Стране Дела То есть Изначально Это Огонайзинг Есть выражение Невозможности Вот В таких условиях Формировать Власть Рабочего Класса Вот Вот он К этим условиям Приспособен Разумеется Вот Если мы На эту сторону Дело Посмотрим Зачем же нам Идти этим путем И поддерживать И так То есть Это как раз Направлено на то Чтобы убить Потенциально Возможность Возрождения Советской власти Потому что Вот эти органайзеры Они что ли Будут Представить Советы Они бы и рады Пробраться В органы Власти И ноги Многие Пробираются Ну только Какие органы Власти Ну те Которые В парламент И так далее То есть Это увековечение Политического Господства Бурразии Поэтому С политической Точки Зрения Это очень Вредные вещи Попробуйте Поспорить Что Но как Они будут Тогда Строить Советскую Власть Конечно Это Недопустимо Ну а раз Это И в перспективе Недопустимо То это Как совершенно Правильно Товарищи Говорили И сегодня Тоже Это Большой ущерб Потому что Люди со стороны Как будто Они все знают Как будто Они знают Все резервы Коллектив Как будто Они могут Все организовать То есть За них Получается Организуют Люди Которые Все знают Внутри Коллектива Да И они Вроде Как Вот эти Люди Все знающие Доверяют Плоды Своей Организационной Работы И борьбы И доверяют Это все Руки Посторонним Человеку Который Выходит И говорит Я все Такой Великий Организер Но это Вообще Конечно Поразительно Недопустимо Это точно Это Путь К поражению Мы должны Придеться Речь Конечно Наших Товарищей И мы знаем Что В российском Критете Рабочих Такая практика Никогда Не поощрялась Мы всегда Были За развитие Профсоюзных Организаций Предприятий За рабочение Профсоюзных Комитетов За создание Коллективного Договора Который Как раз Выражает Интересы Коллектива На что бы Нам не сказали Что Ну что же Вы все время Так органичивайтесь Вот в этой борьбе Интересами Только Отдельных Коллективов Программа Задачи Коллективных Действий Она вообще Для всех Вот все Когда будут Выступать И мы В одном Русле Будем действовать И когда Много будет Таких Людей Выступать И тогда Мало будет Того Что мы В одном Управлении Боремся Вот тогда Понадобится Координация Пожалуйста Милости просим Приезжайте Российский Эгипет Рабочих Скоординировали Чего мы Не координировали Когда есть Желание Координировали При остановке Работы В 90-е годы Хватало Возможности Все уже Готово Но задача Только в том Чтобы развивалась Эта борьба Спасибо Уважаемые товарищи Я прошу прощения Из своего доклада Упустил тоже важную вещь Вот сейчас уже Сколько мы говорим О создании Первичных профсоюзных Организаций Все было Много и правильно Сказано Но На мой взгляд Вот этот важный момент Создали мы Эту профсоюзную Организацию И работаем В ней И знаем Что делать И каким Путем идти И вырисовывается Такая формула Что создавать Организацию Требуется вокруг Непосредственно Проекта Коллективного договора И включать В коллективный договор Следующую норму Это гарантии Профсоюзной деятельности Работников общества Или предприятия Для чего значит Это делается Это Для того Чтобы в первую очередь Обезопасить активистов От административного Или другого Какого-то Правового воздействия На них И соответственно Не только активистов Но и остальных Работников Предприятий Которые являются Членами Того или иного Профсоюза То есть Имея эту норму В коллективном договоре Повлиять Как-либо На членов Вашего Комитета Вашей организации Работодателю Будет Гораздо сложнее И Человек просто Будет чувствовать Свою защищенность И он не будет Уже бояться Идти Отстаивать Свои интересы И права Вот я считаю На этом моменте Тоже нужно Заострить внимание Что это очень важно Ну и наверное Все Предлагаю Кто еще хочет Выступить По данному вопросу Пожалуйста Кузнецов Нашан Петербург Просто технология Токоль Значит Речь идет О создании Профсоюзов И вообще О работе Профсоюзов На предприятии Значит Существует Два Способа Как сказать Заставить Работать Чтобы Профсоюзы Работали На предприятии Это первое Ну Естественно Попытаться Заставить Работать ФНПР Профсоюзы Потому что ФНПР Профсоюзы Ну они имеют Большую силу И большое влияние На людей Потому что На тех крупных Предприятиях Которые еще Остались Я знаю В основном Работают Люди В возрасте Пенсионного Возраста Я Просто знаю В общем-то Когда Видел Там на заводе Турбинных лопаток У нас В основном Одни пенсия Народа Много Но в основном Минсионеры Работают И с ними Очень трудно В общем-то Их В общем-то Они уже привыкли К этим старым Своим профсоюзам И их очень трудно В чем-либо убедить Ну Тем не менее Стараться Работать В этих ФНПР Профсоюзах Надо Я знаю Я знаю Что Когда Я работал В свое Время Тоже На Купом Приятии У нас Некоторым Товарищам Даже Пришлось Правком Завода Они попали Они пытались Развернуть Вот этот ФНПР Профсоюз Влево Заставить его Работать Но к сожалению Сил не хватило Дело кончилось Тем Что их просто Из этого Профсоюза Выгнали Они создали Свой Профсоюз Тогда У нас На предприятии Профсоюз Защита Но В администрации У нее же Тоже Очень Очень Много Ресурсов В общем Она Стала Свой Этот Ресурс Использовать Короче говоря Через Некоторое Время Сделали Так Что Эти Люди Уже Не Работали Уже Не Работали Вот Я Хочу Вот Еще О чем Сказать Что Конечно Надо Профсоюзных Лидеров Конечно Нужно В полдолго Относить Статья О безопасности Профсоюзных Лидеров Но Тем не менее Все Зависит От коллектива Защитит Коллектив Этого Своего Профсоюзного Лидера Или нет Потому что Я знаю По своему Опыту Что В общем То Когда Меня Начали Выгонять В свое Время Со мной Возились Конечно Долго Я Опирался В общем На то Что Члена Правкома Нельзя Уволить Просто так Поэтому Со мной Возились Очень Долго Но Тем не менее В общем-то Сделали Что Вывели В простой И Причем Простой На работе Все работают А я Сижу Некоторое время Продолжалось Но потом Все-таки Уговорили Уйти Тогда Хорошо Заплатили Это Вот Теперь О создании Так сказать Профсоюзов Вот Новых Рабочих Профсоюзов На предприятии Дело в том Что В принципе Народ Поговоришь с людьми Они понимают Что Профсоюз Нужен Что Нужны Свои Боевые Профсоюзы Но для этого Нужен Какой-то Такой Вот Действительно Человек Если хотите Героический Который Может Подставиться Под администрацию Который Может Все Принять На себя Потому что Люди В общем-то Они Все Понимают Но Сами Подставляться Не хотят Я Хочу Это Проиллюстрировать Одним Примером Недавно У нас В городе Ну Молодой Парень Правда Приезжий Он Работал В автотранспортном Предприятии Водитель Автобуса У них Тоже Там Был Профсоюз ФНПР Который Ничего Не Делал И Он Тогда Взял И Создал Свой Профсоюз Туда Вошло Несколько Человек Он Естественно Был Председатель Вот Это Очень Переполошило Администрацию И Администрация Начала Его Значит Вот Парисовать Давай Уходи И Прочее Оснований Он Работал Хорошо Оснований Чтобы он Ушел Не Тогда Они Что Сделали Они В его Автобус Посадили Что-то Вроде Комиссии И Вот Эта Комиссия Целый День Каждый День Ездила Вместе С ним И Замечала Все Его Недочеты Допустим Вот У тебя У нас В автобусах Видеокамера Видеокамера Значит Немножко Не так Помер Вот пожалуйста Распишись В том Что у тебя Вот такой Незачет Ты разговаривал С кондуктором Во время движения Так Распишись И таких Замечаний Набралось Очень Немного И в конце Концов Когда Определенное Количество Замечаний Набралось И его Просто Вот Сказали Вот Мы тебя Увольняем Ты нам Не подходишь Ну В конце Концов Там Тоже Была Борьба В конце Котов Его Он Сейчас Он Уволен Уволен Значит Раз С одного Автопарка Уволили То Он Хотел Другой Автопарк А там Уже Все Все Знают Вроде бы Другое Подприятие Нет Его Да Не взяли То есть Сейчас У него Семья Он Без работы Правда Мы ему Там Помогаем Пришел К нам В партию Попросил Помощи Мы Юридическую Помощь Ему Оказали И Материальную Помощь Оказали Сейчас Он Подал Суд О том Чтобы Для Для того Чтобы Его Восстановили Вообще Вот Тут Все Говорят Что Вот Суд Надо Подавать Суд Надо Подавать Суд Дело В том Что Из нашей Практики Я знаю Что Допустим В 90-е Годы Когда Люди К нам Приходили И мы Подавали В суд То Суд Вставал Все-таки На сторону Работников И Работника Как правило Восстанавливали То Сейчас Ведь Все-таки Суды Буржуазные Не забывайте Поэтому И В общем-то Над каждым Судьбой Надин Уже Тоже Начальник Имеется Поэтому Как правило Суды Уже Принимают Решения В интересах Администрации Поэтому Обращаться В суды Просто Я Из практики Знаю Что Обращаться Бесполезно Все равно Будет Решение Такое Как Которое Нужно Администрации Вот Так Но Тем не менее Профсоюзы Нужно Создавать И Нужно Вовлекать Туда Рабочих Потому Что Когда Человек В общем-то Работает Он Становится Другим Становится Другим Уже Нет Вот Такой Безысходности Как Раньше Я знаю Канксуру Вот Все Спасибо А можно Да Пожалуйста Я так понимаю Привели Оценку Работы Специальная Комиссия А на основании Какой Статья Трудового Кодекса Его Так Скать Ну Я Не могу Точно Сказать Но Там Несоответствие Занимаем Долг Да То есть Это Статья Трудового Кодекса Да И Она Заносит Сюда Ну Захотят Там Кого Допустим Кого Уволить Вот Поставим В принципе Это могут Сделать Любым Человеком Поставить Проверяющего И он Будет Фиксировать Нарушение Правил Техники Безопасности Нарушение Того Что Ты Отсутствовал На рабочей миссии Сколько Минут Пиши Объяснительную То есть Можно Человека Довести До того Что Он Сам Уйдет А Можно Довести Набрать Вот Замечаний И Потом На основании Этих Замечаний Клеймов Хотелось бы Прояснить Именно Вот Это Основание Оно Заносится В Трудовую Книжку При Увольнении То есть Это же Клеймов Получается Человек Ставит Не тема Вопрос Спасибо Кто-то еще Хотел Высказаться По данному Вопросу Хотите Сказать Да Тогда Предлагается Уважаемые Товарищи Следующий Проект Постановления По вопросу О создании Первичных Профсоюзных Организаций Постановление Российского Комитета Рабочих О создании Первичных Профсоюзных Организаций Российский Комитет Рабочих Констатирует Что на Предприятиях На которых Отсутствует Представительный Орган Работников Права Работников Не гарантированы А их Интересы Не защищены Лишенные Организации Разрозненные Работники Бессильны Перед Произволом Работодателя Коллективный Договор Главное На сегодняшний день Оружие Работников В борьбе За свои Интересы Может быть Заключен Только С представителем Работников Уполномоченным Конференцией Или Собранием Работников Или Первичной Профсоюзной Организацией В которой Состоит Более Половина Работников Участвовать Комитей По СУОД Со стороны Работников Могут Только Члены Их Представительного Органа Поэтому Создание Первичных Профсоюзных Организаций На тех Предприятиях На которых Они еще Не созданы Является Безотлагательным Надо Чтобы Молодая Первичная Профсоюзная Организация Сразу Сплотилась Вокруг Своей Основной Задачи Заключение Коллективного Договора На выгодных Для работников Для работников То есть Предусматривающих Повышение Уровня Реального Содержания Заработной Платы Сокращение Рабочего Дня Улучшение Условий Труда Обеспечение Занятости Проект Коллективного Договора Разработанный Инициативной Группой Работников Побудит Коллектив Созданию Профсоюза Будет Способствовать Вступлению В профсоюзы Новых Членов При Создании Первичной Профсоюзной Организации Российский Комитет Рабочих Рекомендует Руководствуется Программой Профсоюзов России Задачи Коллективных Действий Размещенной На сайте Фонда Рабочей Академии Вступать В Федерацию Профсоюзов России Перенимать Передовой Опыт Боевых Профсоюзов Докеров Ауди Авиадиспетчеров Ориентироваться На Лучшие Образцы Коллективных Договоров АОП Первый Контейнерный Терминал И другие Полагается Предложенный Проект Постановления Принять За основу Прошу Голосовать Кто за Против Выдержавшись Одиногласно ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ